Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Иван. Я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим на тему, как вырастить огурцы так, чтобы они не были горькие, и чтобы они не были крючковатые и всевозможные деформированные. Конечно, в нюансах выращивания огурца очень много, но многие жалуются, что бывают года или какие-то периоды, когда огурцы пошли горькие. Во-первых, надо сказать, что горечь у огурцов генетически наследуется. Это означает, что многие современные гибриды в принципе не обладают горечью, и какие бы обстоятельства их не накрыли. Поэтому, если вы не любите и избегаете горьких огурцов, в этом случае необходимо выбирать современные гибриды первого поколения, генетически не обладающие горечью. Однако, таких гибридов еще не так уж и много, особенно для теплиц, для населения. Очень много гибридов есть для промышленных теплиц, но не так уж их много для населения. Ну, как видите, у нас огурчики развиваются очень хорошо, обильно цветут. Все цветочки женские, завязи, и здесь очень много красивых. И никаких пятен, никаких пожелтений, ничего нету, все очень красиво. И, конечно, мы ни граммы не ожидаем, что огурцы могут быть крючковатые или горькие. Но что же делать, если вам достался сорт или сорт гибридного типа первого поколения гибрид, который не обладает генетической устойчивостью к горечи? Ну, прежде чем я начну говорить об этом, я скажу, что горечь огурцов сама по себе не вредна. Даже если вы кушаете, одна лишь проблема – неприятный вкус. Однако в последнее время ведутся активные исследования вот этих веществ, которые вызывают горечь у огурцов, и считается подтверждено даже в исследованиях. Ну, еще глубокие исследования, конечно, будут проводиться по 20-30 лет, такие исследования проводятся, пока для них доказывается какой-то терапевтический эффект. Но вот для этого вещества уже показано, что он снимает воспалительные процессы в организме, благотворно действует на женскую сферу, очень хорошо профилактирует опухолевые, онкологические заболевания, является губительным для раковых клеток даже. То есть имеет хорошее физиологическое воздействие на границы. Поэтому, если вам попался горький огурчик, ну, сделайте над собой усилие и съешьте его, конечно, не выбрасывайте. Кроме того, горькое вещество огурца обладает очень сильным антисептическим свойством. Поэтому такие огурчики очень хорошо консервировать. Не расстраивайтесь, если попались горькие огурцы, сделайте малосольные огурцы или вообще законсервируйте на зиму. Они будут очень хорошо сохраняться. Еще один момент, который связан с горечью огурцов, то есть не так плохо, что огурцы горькие, это то, что все полезные косметические эффекты огурца, наиболее активные, такие как отбеливание кожи, разглаживание, морщиномоложение кожи, а обуславливаются в том числе веществами, которые связаны с горечью огурца. Поэтому, если огурчик оказался горький, ну, протрите им лицо утром, на ночь, когда хотите, полежите 15 минут с этими огуречными какими-то дольками на лице, и будет все очень хорошо. То есть польза от них тоже есть. Но если все-таки вот пошли эти огурцы, помните, что горечь у огурцов накапливается во время стресса. Главным стрессом для огурца, который связан с накоплением горечи, является, конечно же, засуха. Когда наступает засуха и жара, вот тогда жди горькие огурцы в гости. Поэтому отсюда очень легкая мораль. Хорошо поливайте огурцы, ведь они очень чувствительны как к недоливу, так и к переливу. Поэтому постоянно увлажненная почва является хорошим фактором профилактики горечи огурца. Второе, это, конечно, охлаждайте теплицу, в которой растут огурцы. Если у вас огурцы растут в открытом грунте и горькие, то в этом случае вам просто необходимо притенять посадки огурца. Вроде бы и жарко, а все равно спонбон пригодится. Набросьте спонбон днем на грядку, притяните немножечко грядку, и это будет очень хорошим способом, чтобы спасти огурцы от перегрева. В Турции я видел, теплицы забеливают, забеливают специально, чтобы проникало как можно меньше света, ну не как можно меньше, но меньше света, и меньше было жары. Поэтому это правило номер один. Все, что касается стрессов, все, что касается неприятных таких факторов окружающей среды, погоды, какого-то недогляда, недосмотра за огурцами, это все называется стресс. И растения, конечно же, имеют механизмы адаптации к стрессу, но в этом деле им надо помочь. Если у вас нет возможности притенить огурцы, или несмотря на поливы, огурчики все равно идут горькие, вам, конечно, необходимо использовать так называемые адаптогены. Адаптогены – это очень хорошее средство для того, чтобы увеличивать сопротивляемость растений, в том числе огурца, к неблагоприятным условиям. Это и болезни, и тот же пероноспороз, и в том числе стрессовые условия, которые вызывают горечь. Поэтому вы можете использовать по рецептам нашего канала и обработки с помощью салициловой кислоты с нашатырным спиртом. Отличная обработка, лучше всего подходит для огурца. Вы также можете использовать хлебопекарные дрожжи обязательно. Про то, закисляют они почву, не закисляют они почву, обязательно смотрите на нашем канале информацию. Очень много такой недостоверной, глупой, откровенно некомпетентной информации в интернете, поэтому об этом поговорим. И, конечно же, одним из наилучших, наимощнейших адаптогенов является такой препарат, как Максимун. Но он является инновационным, не всем повезло его приобрести, не всем повезло им пользоваться. Конечно, Максимун является очень комплексным. Он и от пероноспороза будет помогать, он и от горечи будет помогать, и от крючковатых этих неравномерно растущих огурцов будет помогать. Но, если у вас их нет, используйте салициловую обработку или обработку дрожжами, тоже все по рецептам нашего канала, можете их даже совместить. Что касается деформированных огурцов, ну, крючки, как правило, крючки, то здесь как раз ситуация, ну, немножко обратная горечи. Крючки и деформированные огурцы появляются тогда, когда температура падает, когда напротив холодно становится. Тогда очень часто можно встретиться с деформированными огурцами-крючками. Кроме того, на образование таких огурцов влияет, конечно же, качество опыления. Вот для портенокорпических огурцов, которые вот здесь у нас, никакое опыление им не нужно. Здесь вообще мужских цветков нету. Ни одного пустоцвета, только женские цветки. Поэтому среди таких огурцов крючки, деформированные какие-то растения, плоды встречаются достаточно редко. А вот в открытом грунте, где начали пчелки плохо летать, потому что дожди пошли, потому что уже погода не способствует лету пчел, холодно, может быть, стало вот тогда, огурчики начинают искривляться, делаются крючковатыми. Ну, кроме того, конечно же, на крючки влияет тоже стресс, потому что в момент образования вот этой завязи, вот еще цветочек цветет, еще все здесь цветет. И вот если в момент образования вот этой вот завязи были стрессовые условия, она может деформироваться, и будут тогда и длинные огурцы, скажем, ну, тепличные даже, могут тоже образовывать такие крючки. Ну, соответственно, здесь та же самая история с адаптогенами. Используйте названные адаптогены для того, чтобы обработать огурцы, и у вас 100% огурцов будет вкусным, 100% огурцов будут ровные, красивые, соответствующие сорту, то есть они могут быть гладкие, они могут быть шиповатые, но такие, как вам нравятся, какие вы посадили. Используйте эти простые методы для того, чтобы иметь хороший, замечательный и гарантированный урожай огурца. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч!